Тело в огне, движение без дистанции, неудачный выезд. В эфире Днепр Оперативный, с вами Анатолий Ивченко и мы начинаем дайджест событий. Убийственное пламя. Смертельный инцидент случился в Синельниковском районе. Там загорелся одноэтажный дачный дом. Огонь возник в одной из комнат помещения, уничтожил домашние вещи на площади около 24 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 39-летнего мужчины, вероятно, владельца дома. Причины возгорания выясняются. Опасная ошибка. Сначала сделал, а потом подумал. На проспекте Варницкого случилось странное ДТП. Автомобиль «Фольксваген» двигался в сторону театра оперы и балета. В определенный момент его водитель повернул на улицу с односторонним движением. А когда понял, что нарушил ПДД, начал сдавать назад и разворачиваться. Но не учел дорожную обстановку и зацепил авто, что стояло в соседней полосе. В результате столкновения никто не пострадал. Вместо круглой суммы срок полицейские изъяли каннабиса на 300 тысяч гривен. Житель Каменского хранил наркотики в своей квартире в Днепре и собирался распространять запрещенные вещества на территории всей области. Во время обыска правоохранителей нашли слип-пакеты, мешки и другие емкости, в которых содержалась сухая наркотическая смесь общей массой около 15 килограммов. В данный момент продолжаются следственные действия. Подозреваемому угрожает до 10 лет лишения свободы. Новости от соседей. Изнасиловал, ограбил и порезал ножом. В селе Йорки Черкасской области несовершеннолетний местный житель напал на женщину. По информации полицейских, инцидент произошел, когда 51-летняя потерпевшая шла на работу. Парень пригрозил ей ножом, затащил ее в кусты и изнасиловал. После этого он трижды ударил ее ножом в шею, забрал мобильный телефон, деньги и сбежал. Женщину экстренно госпитализировали в больницу. Правоохранители нашли и задержали злоумышленника. За преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы. Морозы нипочем, когда холодно даже смотреть. На левом берегу Днепря они заметили местного жителя, который передвигался по улице в футболке и шортах. А добежав до пешеходного перехода, мужчина продолжил спортивный бег на месте, ожидая зеленый сигнал светофора. Видимо, на своем примере хочет показать, что нужно закаляться, чтобы не бояться сильных морозов. Подтолкнул к движению, подвела реакция или тормозной путь. Автомобили двигались по Сечиславской набережной. В определенный момент форт начал притормаживать. Водитель авто Ниссан, которая ехала за ним, тоже начал тормозить, но не придержался безопасной дистанции, в результате чего врезался в заднюю часть первой машины. От удара форт получил значительные повреждения, но в инциденте никто не пострадал. Встретились на перекрестке. Неудачный маневр. Автомобиль Ниссан Мурана двигался по улице Чернышевского. В этот момент из улицы Жуковского выехало авто Ниссан Лив. Его водитель не учел дорожную обстановку, в результате чего машины столкнулись. От сильного удара оба транспортных средства получили значительные повреждения, а пассажирка второго автомобиля травмы. Ее госпитализировали в больницу с ушибом мягких тканей головы и сотрясением головного мозга. Детали ДТП устанавливают правоохранители. Это все новости на сегодня. Следите за обновлениями Днепра оперативного на страницах в социальных сетях. Берегите себя и будьте внимательнее на дорогах.